Приветствую вас! Вы знаете, в психологии есть такое понятие, как принятие. То есть, это вот одна из стадий реакции на какую-то боль, на горы, на утрату, принятие, да? То есть, можно говорить о том, что вы не приняли до тех пор, что ваших, как бы, родных нет. Это нормально, это стадия отрицания, её тоже можно пережить, она должна быть. Но если вот это вот не отпускание родителей, а булка затягивается, то в таком случае применяется одна техника, которая называется, можно назвать её регрессией. Сейчас я поясню, как она работает. Человек представляет себе мёртвыми своих родных. То есть, нужно вам запечатлеть, как вы подходите к своим близким, вот, и прощаетесь с ним. То есть, как бы, вы прощаетесь и уходите, вот, скорее всего, этого у вас нет. То есть, как правило, люди, которые не могут отпустить, они не запечатлели своих родных мёртвыми. Мёртвыми в том плане, что для них они всё ещё живы. И для вас, ваши родители, они тоже ещё живы. Вот, но всё нужно сделать так, чтобы из живых они стали, к сожалению, умершими. Ничего здесь не поделать. С другой стороны, у того, что вы не желаете принять их умершими, вытекает то, что вы чего-то боитесь, вам что-то нужно, по какой-то причине вы этого не делаете. Соответственно, нужно разбираться в том, каковы ваши потребности, да. И что из этого, собственно говоря, вытекает. То есть, ну, то есть, например, если вы боитесь потерять что-то, да. То есть, там, поддержку. Если вы боитесь, что вы, ну, не справитесь, например. Если вы боитесь, что, ну, не сможете сделать то, что сделали обычно, да, там, с помощью родителей. То это вас, конечно, ну, продолжают удерживать от того, чтобы проститься с родителями и отпустить их. Поэтому, я думаю, что действительно разбираться. Процессоры довольно деликатны и связаны, конечно, не в последнюю очередь с тем, какими у вас были отношения с родителями, да. Вот. Таким образом, можно говорить о том, что вы не отпустите своих родителей до тех пор, пока у вас будет в этом нужда. Да, да, то есть, пока вы будете зависеть от этого, от своих родных, пока вы будете нуждаться в них, вы не опустите их, у вас это не получится сделать никак. Ну, просто потому, что, чтобы что-то потерять, нужно что-то получить, получить. И, как правило, работать здесь нужно именно с заменой, да. То есть, вот, в зависимости от того, в чем сложность отпускания родителей. Вот, в зависимости от этого и нужно работать. То есть, это, к сожалению, не такой простой процесс. Нужно собрать информацию о вас, чтобы уже, как-то, с одной стороны, помочь вам отпустить. Родителей прямо сейчас, да, то есть, просто это сделать. То вы, может, можете оказаться в депрессии, потому что, ну, потерять опору. Ну, вот, поэтому я на вашем месте не спешил бы, да, все тщательно изучил, и потом, постепенно, постепенно, постепенно уже как-то двигаться бы в этом направлении. Вот, меня немного смущает этот факт, что вы задали вопрос свой, достаточно коротко. То есть, ведь, очень многое зависит от того, как умерли родители. То есть, ну, там, например, от болезни, или от старости, или в результате несчастного случая, аварии, или что-то еще. Очень часто люди не могут отпустить своих родителей из-за чувства вины, ну, вообще, близких, из-за чувства вины. То есть, вот, вы, как бы, чувствуете себя, будто виноватыми перед ними, перед ними, да. Вот, от всего этого нужно избавляться можно и нужно. Вот, самое главное, о чем вам сейчас нужно подумать, это о том, чего бы родители хотели для вас, и хотели бы они для вас того, чтобы вы страдали. Вот. Подумайте об этом, и выбирайте себе психолога, и начинайте работать в этом направлении. Ага, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего доброго и удачи. Удачи. Продолжение следует. Удачи. Продолжение следует...